Друзья мои, многие из вас в комментариях интересуются, зачем же я заливаю старые серии с другого канала. Серии сериала «Таксистки Петербург». Практически любовная любовь. Это новый сезон, третий. Этих серий много кто не видел, поэтому, чтобы не разрывать нить сюжета, мы загрузили на канал «Такси Хайп», как я уже говорил, первую одну серию, и сейчас вы увидите вторую серию. И дальше уже будет загружаться серии только на этот канал. Поэтому для тех, кто смотрит этот сериал, и для тех, кто еще не видел эти серии, для тех будет удобно смотреть сначала. Вот и весь ответ. Соответственно, третья серия и последующие будут уже премьерными и будут грузиться на этот канал. Также хочу вам напомнить, что существует такой супер таксопарк, который называется «Такси Хайп». Да, у нас свой таксопарк. Подключаем всю Россию без исключения. От Калининграда до Владивостока. Моментальные выплаты. То есть всегда будешь с баблом. И у нас офигительные диспетчера, которые будут сражаться с тобой за несправедливость, если такая вдруг произойдет. Ватсап для подключения в описании к ролику. Итак, смотрим новую серию. Стояла тачка и дальше что? Прихожу, но машины нет. На стоянке? Да. Две на сладкого в греи цейник с 20 с хером тысяч, да? А тачки может быть уже на разборке, это самое. Так и звони этому крензеру, у тебя телефон же дали, ты говоришь? Доступ есть у кого-нибудь в гаражу, кроме тебя? Нет. То есть тебе просто тупо ебнули замки и сперли тачку? Сейчас в яме там останешься, где машина? Успокойся. Вечер в хату, как говорится. Ну что, как у нас дела наши? Что ты просил, как бы отчасти я выполнил. А что такое отчасти? Ну отчасти не все деньги я тебе привезу. Нет, все будет в порядке, все в силе, и я все, что ты сказал, я все выполню. Просто двушка у меня там завалялась, блядь, в обороте. Двушка это 2 миллиона? Естественно. Ну, куртят по душам. Блядь, выдергивать ее сейчас, эту двушку, опять будет по-продосну большую. А мне-то она когда достанется, если не секрет? Я не давлю на тебя, я просто интересуюсь, кто мне. Ну, скажи мне. Ну, дни 10-14, до двух недель. От 10 до двух недель. То есть от 10 дней до двух недель у тебя деньги будут. Я тебе довезу эту двушку, либо ты подъедешь, неприятно. Ну, а третий принят. Ну, конечно. Если тебе войдешь. Шутать, добивать. Мы же с тобой, ну, как мы договаривались, прошу рашу, мы к нотариусу поедем, подписываем немножко, правильно? Или как? Или мы просто тебе расписки хватит обычной от руки? Нет, 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 нет. Мы пойдем к нотариусу. Пойдем к нотариусу? Обязательно. Ты так, не бред, у меня. Не, ну, я вижу, что три, я же не буду считать каждую купюру, я же понимаю, что их здесь 6 пачек по подписке. Да, да, не, ну, они же пачки не банковские, может, ты их не доверяешь, ничего. Ну, по крайней мере, я к тебе доверяю. Я же понимаю, что ты не в банке работаешь, поэтому здесь все ясно. Ну, я их не буду, давай пакет соберем, я же не буду сейчас тебе, пока не подпишем бумагу, я вижу, что они у тебя есть. Вот, и все, мы пакет засунем, мы книжки себе, сейчас мы подпишем бумаги, как бы, и я их подожду. Деньги здесь все. А это, скажи, пожалуйста, мне, мне просто нужно, я машину-то нашел уже? Мне это очень интересно, все прекрасно, Жень, мы с тобой последний раз пересекались, потом еще два раза созванивались, да? Ничего, как бы, я не увидел в твоем бизнесе, никакое, как говорится, твое подтверждение, ты даже не сказал, какие машины ты берешь. Ты думаешь, ну, это, подожди, 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 мне по барабану, ты эти деньги можешь, блин, казино проимать. Я то хотел сказать, ты думаешь, я в казино с ними пойду, что ли? Ну, если это дело твое, но мне просто, знаешь, такой спортивный интерес, какие-то машины берешь. Слушай, я помню, я запарился просто на простой звене. Ну, хотелось бы просто, ну... За мной забронировали новые полики. Вот, пять штук. Это, например, с оборчанием, это бабки на полики и на страховке. Все, мне сделали скидос на них. Ну, сколько у тебя улетает, как бы, на круп? Ну, впритык. У меня вот пять лямов на пять тачек впритык. То есть ты там берешь их таких? Нет, в обычных комплектациях, абсолютно самых таких, да, обычных. То есть водитель, у тебя есть работа, у тебя есть? Да, у меня есть ресурс, самое главное. Место, где-то эти машины крутятся, да? Конечно, у меня же все уже обговорено, мне не хватало только наличных. Скажешь, я сколько много этих историй, блядь, за свою практику слышу? Да. Сколько людей уебалось на каком-либо бизнесе. Да. И фуры покупали, блядь, и магазины открывали, и шавермы, блядь, открывали, блядь, кипами. И все, честно говоря, уебались. То есть ты в меня не веришь? Почему я... А зачем ты эту грустную историю мне рассказываешь? Я тебе как бы даю... Предупреждаешь? Да, совет свой, я тебе как бы огородить, предупредить. Подумай еще раз. Вот деньги, в принципе, это все может у тебя тронуться, блядь. Сегодня, завтра уже завертеться, обратной дороги у тебя уже не будет. Слушай, ну я же в прошлый раз тебе еще сказал, что я бы не поперся к тебе, если бы я не оценивал адекватно все риски, понимаешь? Я же не сидел так, и мне вдруг ночью пришла мысль, и утром я к тебе побежал. Что было просчитано? Бухгалтер сидел, просчитывал. Я договаривался с людьми изначально. Я наделал мосты как раз с ремонтниками и всем остальным. Я понимаю, с чем мне приходится столкнуться, и я понимаю, что это не стопроцентный верняк. Но я готов рискнуть этими бабками, и мы просто раз с тобой поговорим, что если тема не пойдет, то у меня есть чем ответить. Есть хата, тачка и так далее. Понимаешь, все, поэтому я надо начинать этот вопрос, я адекватно оцениваю риски. Понимаешь, я прекрасно понимаю, в какой стране мы живем, и что у нас может с бизнесом получиться прямо. Не стране, а сейчас сам знаешь, что творится в мире. Ну, в мире вообще. Поэтому деньги, как в одном фильме сказали, это бумага. Нужно все это немножко подбиться какими-то документальными вещами. То есть мы с тобой поправимся в материальную контору, как мы с тобой договариваемся, и все с тобой прописываем. Ну, я тебе что могу сказать, пожелаю только попутного ветра. Спасибо, спасибо. И, в принципе, тема-то у тебя мысли-то интересная, и как бы, наверное, ты работаешь на перспективу, и не хочешь оставаться с этими пятью машинами, которые сейчас у тебя уже, мечты твои осуществляются. Далеко загадываешь, но в принципе, я... К чему кланю, как говорится? Деньги должны работать и крутиться, и, в принципе, давай посмотрим в течение, давай так вот, как бы, года до этого. Месяц, два, три, полгода, это, опять-таки, не то. Посмотрим в течение года, как пойдет твои дела, как твой бизнес будет раскручиваться, будут ли у тебя заказы. Ну, я думаю, что скрываться смысла не будет, блядь, блядь, жопа, значит, жопа. А все пизда, ты знаешь, все пизда, просто причем с этим, да и не один раз. Это понятно. К чему ты скажешь? Я, ну, честно, хочу тебе предложить свои, как бы, блядь, не долговые деньги, а как бы инвестиции, если тебе это не действует. Ты закидываешь удочку на совместное партнерство? Да, почему? Ну, просто, видишь, у тебя такая тактика, ты охлаждаешь и прижигаешь, кто-то говорит, что тебя может ни хера не попереть, и ты думай об этом. С другой стороны, если попрет, то есть, если меня не попрет, ты мне руки отрежешь, да, а если у меня, соответственно, попрет, то ты моим партнером станешь. Ну, правильно, если что. Ну, зато честно мне. Зато честно. Зато честно. Я, давай будем отталкиваться от того, что будет, хорошо? Сейчас 5 машин поработают, потом, может быть, 6-7, а потом сразу, блядь, 30-50 этих машин, если бы ты так в себе уверен, знаешь, где все это будет. Давай я буду иметь этот разговор в виду. В виду, да. Ну, ладно, что, поехали. Ну, пока рано об этом. Ему рано, посмотрим, что тут будет. Давай, значит, наверное, как бы денежки, счет любят, мы с тобой заскочим. Все это дело, да, пересчитаем. Заеду, давайте. Там магазин или еще куда, где это все помогут. И про два остатка тоже, если бы возможно, не растягивать, хорошо? Нет, нет, я же сказал, что сразу все будет. Мы сейчас с тобой пропишем трешку, то есть, поскольку ты получаешь трешку, а потом мы прописываем остаток. Ладно, время, деньги, поехали. Документы, надеюсь, взял? Ну, конечно. Все. Все, вопрос ответ, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, женек, привет. Здорово, Жек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, так не особо еду там по мелкому делу, но не особо отчет хотел. Слушай, потяни, я, короче, все-таки этот узнал, кто машину дернул. Так. Ну вот, хотел, чтобы ты подъехал, поговорим. Может быть, ну, надо подъездить. А ты дома? Да, да, да. Ну, давай, я минут через 15 подъеду, хорошо? Все, да. Подъеду, наберу, давай. Давай. Ну, святое дело, идем, друга из беды вызволяйте. Как говорил герой одного известного фильма. Ну, а если не мы, то кто? Спасение утопающих. Дело рук самих утопающих. Так всегда было. Рассчитывать можно только на себя. Кто-нибудь поможет? Замечательно. Надо воспринимать это как бонус. Всегда не сидеть и ждать. Когда с неба что-то упадет. Упадет хорошо. Но рассчитывать на это не стоит никогда. Ну, рассказывай. Откуда у тебя адрес-то вообще людей-то? Я не очень понял. В общем, все-таки поднадавил я на этого. Директор стоянки. Последний, с которым мы тянули. Да-да-да-да-да-да. Значит, ну, рассказал адрес про людей, которые рядом. Недавно снимали гараж. У него? Да. Так что он думает, что это они дёрнули? Ну, вообще, он уверен, что это больше, чем вероятностные. Слушай, ну, смотри, как по логике, да, они спиздили у него правильно из гаража. И нам бы хорошо, чтобы то лицо, у которого, ну, мы предъявлять, ты что, поедем? Что мы знаем, что вот у нас, бля, есть там знакомый директор, да, и вот всю историю рассказывать гораздо легче, когда он приедет и скажет, бля, парни, вот я с вами в соседнем гараже тусуюсь, да, вот. И у меня есть четкая, как бы, там, я не знаю, ну, какие-то у них доказательства, я не знаю, по сути, надо директора взять, понимаешь? Вчера я зашел, ну, жена сказала. Директорская. С подозрением, ну, уехал на коронавирус. Бальчик? Сколько его ждать, там, неизвестно. А эти, может быть, гастролеры, может, у меня уже сегодня машина уедет, ты понимаешь? Да, качу, у тебя есть что-нибудь, я не знаю, там, баллон, там, бит, что-нибудь? Да у меня-то все есть, и баллон, и битый пистолет, это все понятно, ну, ты же там не этот, не войну собрался устраивать, я надеюсь. Не, ну, я для страховки-то есть, понятно, ну, просто видишь, такой момент, я тебе уже объяснил, то есть, чисто по факту, просто завтра, может быть, поздно. Я понимаю, ну, ты по факту, у нас есть, в принципе, а, ну, у тебя документы на тачку есть, правильно, то есть, мы можем документы предъявить, если что. Ладно, хуй с ним, поехали, в любом случае, ты прав, они могут дернуть, блядь, директор, может быть, еще и, ну, конечно, дай бог ему здоровья, может, и не это, и не очухаться с этой короной, правильно? Ну, тогда, согласен. Поехали. А машину уже? Адрес, адрес, сейчас-то приготовь. Сейчас посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, че, как там дела с бизнесом, как, че? Да все окей, брат. Где, че, по разборке у нас, че, как? Да все норм. Где бабосики, как говорится? Ну, все договорились, да, четыре тачки. Ну, где, че? Не вопрос. Рома, вижу. Сколько тут? Партовая лимона. Полтора. Считать не надо? Нет. Ну, ты же не доверяешь. Брат, давай выпив. Бухнем за это? За наше дело? Давай. Давай-ка, пусть там валяюсь. Тихо, 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 тихо. Да-да-да, иду. Ну, и с ЖЭКа у вас там труба течет, не откроете посмотреть? А, с какого ЖЭКа? Ну, вы, у вас труба протекает вниз с соседями, мы посмотрим быстренько. Так, тихо, 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 тихо. На пол, лег, на пол. Эй, на пол, лег. Эй, дергайся, вы кто? Тихо, тачка где? Какая тачка? Toyota, Camry. Все, допрыгивались. Toyota, Camry, где? На разборке. Какой на пол? На разборке. На разборке. На какой разборке? Продавалась на разборке. Бабки где? Деньги где, блин. Какие бабки? Да, не знаю, где, какие бабки. Дай ему колено сейчас. Тихо, тихо, не надо, не надо. Не надо, вот, 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 вот. Я там, все. По второлямой. Сколько тачка стоит? Тачка сколько стоит? Бля, с копейками. На, держи нам чужого, не надо. Я в следующий раз. Тихо, тихо, все, 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 мы поняли, поняли. Пацаны из них. Еще раз, блядь, не дай бог им. С домой. Ну что, вроде, нормально все закончилось. Ну да, все. По-быстрому отваливать отсюда. Да, да, соседи пока. Ну да, то кричали, то мы знатно. Камеры интересные, не знаю. Ладно, я надеюсь, они не тупорезы, да, не полезут в этот самый, в проблему. Мы забрали свое, мы в принципе, блядь, ничего никого не делали. Ага. Своё забрали. Да нет. Чека от души, с меня долг. В любое время, дня и ночь. Звони. Хорошо. Так, а что с тачкой-то теперь можешь брать? Да нахуй надо, это возьмите, блядь, какой-нибудь это, блядь. Пластмассовый хуй нет, логан какой-нибудь. Все, дорогие тачки, плюс еще останусь там, не знаю. Ну правильно, еще в этом логика есть определенная. Ладно, хорошо, то что хорошо кончается, надеюсь, что никакого шлейфа не будет. Да, не будет. Это эндурасного за нами, ну хер его знает, ведь тоже разные бывают. Надеюсь, что все поняли они адекватно. Они уже не первый раз. Думаешь? Да, конечно, да. Думаешь, пуганный уже. Да не, я в плане того, что нам ничего не светит. Так-то у них, блядь, за ними числятся уже всякие грешки. Мы не первые. Ладно, ладно. Так что все, нормально. Ладно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!